друзья всем привет меня зовут юля вы на моем кулинарном канале сладкий персик и сегодня мы с вами будем готовить чай я знаю что вы очень любите когда я выкладываю рецепт чая на канале вы всегда спрашиваете ну когда же там будет чай тем более сейчас зима хочется согреться поэтому сегодня мы с вами будем готовить индийский чай который называется масала но перед тем как посмотреть рецепт обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал масала это такой согревающий чай который делается на основе воды и молока и специй поэтому нам понадобится вода у меня здесь 250 миллилитров черный чай сахар у меня тростниковый сахар можно взять белый молоко тоже примерно 250 миллилитров и пряности здесь у меня молотый кардамон гвоздика бадьян он же анис палочка корицы и вот такой вот сушеный имбирь вообще нет какого-то оригинального индийского правильного одного рецепта чая масала потому что индия большая страна в каждом регионе и даже в каждой семье ее готовят по-разному по-своему есть три основных ингредиента это молоко пряности и подсластитель а какие будут пряности будет ли молоко разбавляться водой какой будет подсластитель и это уже все на вкус мы с вами берем кастрюлю или ковшик и наливаем в нее воду затем сюда же мы наливаем примерно столько же молока если хотите пропорции воды и молока можно чуть изменить можно в принципе вообще готовить на одном молоке не разбавляя его водой здесь как вам больше нравится теперь мы добавляем черную заварку нам понадобится примерно 1 столовая ложка масала чаще всего готовится на черном чай но если вы не пьете черный чай вам нравится зеленый приготовьте на нем получится тоже очень вкусно теперь добавляем подсластитель у меня коричневый сахар я положу одну столовую ложку можно использовать обычный белый сахар но я беру коричневый потому что дает такой вкусный карамельный эффект такой как бы слегка жены что ли сахар в общем мне кажется масала сочетается идеально если вы сахар вообще не едите можно потом когда мы чай сварим просто положить в него мед дальше мы добавляем сюда же все наши пряности поехали количество пряностей тоже может отличаться я вам советую первый раз сильно много пряностей не класть пусть чай получится с легкой ноткой пряностей а потом если вы хотите например почувствовать во вкусе больше корицы или больше имбиря или больше кардамона вы уже будете интуитивно понимать чего нужно положить туда побольше чего поменьше теперь мы это все перемешиваем и ставим нашу кастрюлю на плиту у меня кастрюля стеклянная поэтому я использую этот вот страшный рассекатель пламени чтобы она вдруг не треснула готовить буду на самой маленькой комфорке на сильном огне ставим и доводим до кипения далеко не отходим потому что молоко может убежать нам нужно следить за тем чтобы она не убежала когда это все закипит я скажу что делать дальше пахнет просто потрясающе посмотреть уже какой такой молочный карамельный оттенок у молока появился еще примерно наверное три минутки и молоко наше закипит масала у нас закипела точнее она начала закипать мы сразу же выключаем огонь накрываем кастрюлю крышкой и оставляем постоять примерно на 15-20 минут наша масала настоялась посмотрите как у нее красивый стал цвет ее уже можно разливать по чашкам можно пить я для красоты налью ее в чайник просто запах вы не представляете смотрите как красиво цвет просто потрясающе мне кажется она вообще ничем не отличается от той масала который в кафе и ресторанах продают перед тем как ее пить нам остался последний этап чай нужно процедить ну все можно пробовать посмотреть чай у нас получилось немного напомню что мы сварили 500 миллилитров у нас была половина молока и половина воды можно увеличивать пропорции делать так как вам захочется друзья посмотрите какой красивый у нас получился чай он нам по цвету больше похож на кофе по вкусу он невероятно невероятно вкусный пряный согревающий мне кажется это просто идеальный чай для зимы или для холодной осени или для ранней весны я вам советую его приготовить если вы любите пряности если вы пьете молоко и если вы такой же фанат чая как и мы с женей с моим мужем он вам обязательно понравится пишите свои отзывы в комментариях ставьте лайк этому рецепту и подписывайтесь на мой канал пока